Итак, с вами Валерий Бусановский. Сегодня будем разбираться, что такое разработка. Сейчас читаю ваш текст, где я вижу, что вообще понятия, что такое колбеки, вообще нет. Вообще нет. Ладно, нам надо сейчас рассмотреть два вопроса. Есть понятие разработка, есть понятие использования. Я условно разделю. Так вот, то, что вы искали, пытались использовать. Реализованный кем-то вариант колбека, при этом абсолютно четко не понимая, что это такое. Кроме того, что там некая функция вызывает другую функцию. А зачем? Нас интересует в первую очередь зачем? На примере колбека. Итак, я вам ответил, теперь покажу сначала. Смотрите. Вот вы прислали там задание, которое себе придумали. Вот это называется использование. И многие на этом останавливаются. В этом нет ничего плохого. Допустим, кто-то берет там какие-то библиотеки и начинает использовать. Абсолютно верно. Если вы будете продвигаться в этом направлении, у вас есть там готовая библиотека, в данном случае это Кинтер, в другом случае будет другая. И третья. Но при этом не надо себя обманывать, что вы станете разработчиком. Если вот вы заявляете, что вы хотите научиться писать код свободно, и при этом делаете приложение на Кинтер, и до сих пор мне не объяснили по атрибутам ничего, то нет. Разработчиком вы не станете. Вы научитесь писать программы на Кинтер, но уровень, которому вы бы хотели, например, тянуться, разрабатывать действительно серьезные приложения, как Тога, да, например. Вы на него никогда не выйдете. Почему? Потому что у вас просто не стоит цели по незнанию. Теперь давайте разбираться с кэлбэком, да. Сначала давайте разбираться, что делает весь интернет разработчиков, да. Что он делает? Ну, например, добирает. Что такое... Там. Кэлбэк Питон, да. Ну и начинают там чего-то читать. Прочитали. Здорово. Я понял, что такое... Кэлбэк, да. Ну и здорово. Молодцы. Ну, хорошо. Понял. Тогда давай, братцы, за разработку такого приложения, как Тога. А не тут то было, а нифига не получается. Потому что это абсолютно разные вещи. Вот есть люди, которые посещают, допустим, большое количество курсов, да, там распишут красивое. Что они делают? Они вообще что делают? Они по принципу, вот, берут учебник и пошли изучать язык, да. И изучали там подряд, как я говорю, типы данных, прошли функции, туда-сюда изучили. Станут они разработчиками. Пока не поставят цели и не поймут, как им и стать, то не станут. Они просто познакомились с языком. Ну, это совершенно две разных реальности. Я нарисую, чтобы было понятней. Две стороны медали. Вот человек, который, смотрите, вот есть фигура, да, вот она. Вот такая. Обратите внимание, здесь есть квадрат, здесь есть два, ну, овала. Красный и синий. И желтенький смайлик. Мы условно назовем эту конструкцию callback. Так вот, для того, чтобы использовать, мы просто тупо берем эту конструкцию и используем. Мы пользователи. Да, мы так можем научиться при помощи этих инструкций делать какие-то программы, библиотеки. Но разработка это иное. Разработка это, когда у вас ничего нет, но вы должны придумать, с чего сделать квадрат, с чего сделать вот этот овал, вот этот овал и вот это лицо. И собрать это воедино. Вот это уже разработка. То есть, есть некий алгоритм, некий механизм. Мы берем уже, чтобы callback разобрать, да. Некий механизм. На данном этапе, когда вы написали в тога документации, я видел, что вторым обязательным позиционным параметром идет callback. Но ведь этот callback поставил программист. Мы же с вами рассматривали документацию Python. Вот она. Вот берем справочник по языку, да. Открываем функции. То, что мы рассматривали в этом видео, посмотрите в описании, мы об этом говорили. То есть, я не буду на этом заострять внимание, кто начал с этого. Где здесь callback? Здесь нету callback. То есть, то, что вы искали, написали, вы сказали. Смотрите, Дим, вы говорите, я хочу быть разработчиком. Но при этом, иными словами, я хочу быть строителем, но кирпич я ложить не буду. То есть, дом я строить не буду, но строителем хочу быть. А сами пошли, что делаете? Например, копаете грядку. Ну, я же в рамках дома копаю. Ну, да. Ну, дом, копая грядку, вы не научитесь строить. Потому что для того, чтобы научиться строить дом, надо его брать и строить, то есть, сложить кирпич. Абсолютно то же правило работает и здесь. И когда вы посмотрели документацию Python, здесь жестко забиты только параметры. А то, что называется callback, это называется совсем иным именем. Это называется функцией высшего порядка. И я ведь видео сказал, берите и делайте тога. И сказал происходный код. А вы залезли? Не залезли. Тогда давайте залезем вместе. Давайте сделаем простое действие. Кстати, то, что вы делаете, это неплохо. Продолжайте, нарабатывайте с одной, со второй, с третьей библиотекой. Но имейте в виду, что вы в данном случае просто тренируете язык. Да? Но никак не тренируете разработку. Тренировка разработки, это тренировка механизма. То, что я говорю, полуфабриката. Да? Сейчас разберем. Разберем на простом примере, который делали здесь. Он достаточно прост для новичков должен быть. Вообще, кто-то смотрит. Видео крутой Python. Я тоже дам в описании. Кому интересно, проделают. Да? Сейчас я. Сначала рассмотрим уровень использования. То есть, это считается, да, тоже разработкой. Например, я разработчик ТОГа, да? То есть, грубо говоря, могу разрабатывать там приложение на ТОГа. На этом больше ограничиваюсь. Теперь давайте разбираться, зачем же нужны функции обратного вызова. В первую очередь, наверное, понять. Да? Зачем они нужны, эти функции высшего порядка. Ну, давайте вот запустим и сейчас, чтобы понять. Вот у нас есть окно, вот оно самое простое. Перемести меня. Вот оно переместилось. То есть, мы сначала вверху написали функцию. Это и есть функция обратного вызова. Сейчас подробнее. Где указали, что изменить позицию. Теперь, теперь, если мы промотаем наш код, то мы увидим совсем иное. То есть, он пресс и дальше сельф до оригин. Вот это та функция, которая работает. Ну, теперь, давайте, это первый вариант, да? Ну, давайте закончим то, зачем же нужны функции обратного вызова. Просто Python, мы знаем, поддерживает функции высшего порядка. Значит, и поддерживает келбеки. Ну, давайте посмотрим, что же происходит. Сначала объяснение номер один. Зачем нам нужны функции обратного вызова? Вот это я хотел, чтобы вы разобрались. А вы ни хрена не разобрались. Вот смотрите. Ведь все дело просто. И это вообще в JS везде. Представьте, что когда должна вызываться функция обратного вызова? И как она должна вызываться? После того, как отработает основная функция. Иными словами, сначала должна отработать метод другой совершенно. Какой? Вот он у нас здесь есть. Он пресс. Сейчас мы его найдем. Он пресс присваивается значение сельф до нью виндов. Но в любом случае, функция обратного вызова выгодна тем, что сначала отрабатывает основная функция, а потом отрабатывает функция обратного вызова. Практически в данном случае это выглядит следующим образом. Сначала отрабатывает основная функция, то есть мы нажимаем кнопку метод onPress. Сначала отработала основная функция, а потом отработала функция обратного вызова. Как это используется в веб? Это мы графический интерфейс. Вот смотрите. Вот сайт. Да? Сайт. А вот вы пользователь. Понятно, что сайт соединен с сервером. Ну понятно, да, он на сервере. Просто в интернете он виден. А теперь представьте, вот здесь есть кнопка. Вот эта кнопка при нажатии выводит форму, которую потом заполняет пользователь. Иными словами, зачем нам использовать callback? Для того, чтобы быть уверенным, что функция, которая первая, отработает полностью. Иными словами, функция отработала полностью, кнопка нажата и без исключения отправлен запрос на сервер, пришел ответ, и вот только после этого вызывается окно. Вот смысл использования callback. То есть она, мы точно будем уверены, что callback отработает тогда, когда предыдущая основная функция закончит успешно работу. Скажите, пожалуйста, а вы что разбирались? Вы, Дима, искали callback, при этом четко не понимая, что это такое, зачем вообще и как. Но когда мы четко уверены, что callback отработает только после того, как отработает основная функция, то все становится на свои места. Вот это называется и работа функции высшего порядка. Тогда ситуация первая. Пользователь нажимает кнопку, идет запрос сервера, но происходит исключение. Колбэк не будет работать. Просто программа остановится и вызовет исключение. Колбэк. Если бы при использовании колбэка мы не были уверены, что именно нам надо, чтобы мы увидели, что основная функция уже завершила работу и только тогда вызывать. Тогда вот все становится на свои места. Значит, второй вариант. То есть callback в данном случае не будет работать, пока мы не исправим ошибку. Почему? Потому что функция по нажатию кнопки завершила работу неуспешно. Ну а если эта функция завершила работу успешно, пошел запрос, пришел ответ, и после этого, как она отработала успешно, срабатывает колбэк и выводится окно. То есть поэтому колбэки очень удобно использовать как ответ на какое-то событие. Абсолютно такой же принцип мы наблюдаем и здесь. Мы написали, смотрите, мы написали самый простой колбэк, но он говорит все равно о смысле всем. Вот он, самый простой. То есть метод дооригин. Я здесь не указал колбэк. Я мог бы назвать, ну если бы там это уже договоренности. Вот Джанго называет колбэк дооригин. Было бы понятно, что это функция обратного вызова. В данном случае просто мне и так было понятно. Но скорее всего надо называть. Джанго называют, да? Но это называют разработчик. Тут и так понятно, да? Но когда она отработает? Она отработает только после того, как будет нажата кнопка. То есть отработает метод. Это та же функция, только метод. Он пресс. Так вот, мы с вами первую модель разработки, где все готовое. Да? Вот мы с вами собирали вот это все здесь. Это использование колбэка. Теперь поговорим о том, что такое настоящая разработка. Но только с позиции уже исходного кода. Когда нам надо реализовать этот самый колбэк или функцию высшего порядка. Но ведь здесь все очевидно и просто. Можно просто даже каких-то исключений добавить. Ну, я сейчас не буду этим заниматься. Мы сразу перейдем, да? Пока просто будет. Но атрибут. Для этого нам надо пройти в исходный код. Проходим в исходный код. Тога. Открываем тога. И думаем, что нам смотреть. Так смотреть, то думать, то тут нечего. Мы ставим себе задачу. Я хочу стать разработчиком. Каким образом? То есть понять, как реализовать колбэк. Мы взяли колбэк, потому что просто мы его изучаем. На месте колбэка будут и другие вещи. Но колбэк, он используется везде. Его нужно понимать. Во всех языках. Давайте думать. Ведь даже можно, не заглядывая в тога, или прочитав мельком документацию, себе сообразить, как оно устроено, тога. Ну, совершенно просто. Давайте. Значит, давайте подумаем. Чтобы устроить тога, да, давайте пробегаться. Давайте начнем с конца. Нам надо открыть сейчас бюджеты. Вот они. Берем самое простое. Button. Что мы здесь видим? Абсолютно верно. Тога хандлер. Импорт в rapid hunder. То есть, абсолютно тот же механизм, который работает в джанго. Абсолютно верно писали одни и те же люди. Нам интересно механизм реализации колбэка. Это и есть настоящая разработка. Тогда сам колбэк в любых языках мы будем понимать, как хотим. Если мы пойдем с конца, посмотрим баттоны и прочитаем. Ну, во-первых, здесь описаны параметры и все прочее. Видим два метода. Вот оно. OnPress. Да. И еще один. Да. OnPress и OnPress. Смотрите, как интересно. Ну, пока оставим это, да. Но в любом случае, мы видим в кнопке реализацию метода, который как раз-таки мы и писали. То есть, сначала нажата кнопка. Давайте соображать. Но я упрощенно буду говорить. Итак. Ну, вот как размышлял Russell Kate Maggi. Сначала надо создать ап. Мы часто разбираем этот файл, да. Но надо же куда-то размещать окна. Потому что окон может быть много, и под окна нужна платформа. Ну, скажите, здесь что-то, он что-то... Это же очевидно, что это может даже братья хозяйка рассуждать. Домохозяйка, которая не имела отношения с программированием, что надо сначала взять огород, чтобы там разместить три грядки. Без огорода грядки не разместишь. Ну, это же логично. Так что здесь не надо быть программистом. Теперь мы думаем, хорошо, нам бы здесь окна. Окно Windows. То, что мы код разбираем. Окон может быть одно, два, три. Но мы сейчас нарисуем только одно. Теперь следующее. Окно может поддерживать события какие-то. Ну, давайте. Пусть это будет наша кнопка. Сейчас я... Вот наша кнопка. Вот наша кнопка. Значит, мы думаем, как же нам реализовать. Как же нам реализовать так, чтобы вот есть кнопка, и чтобы происходило что-то, что хочет пользователь. Но при этом это было универсальным. Ну, например, перемещалось окно, или мы возьмем попроще пример. Например, пользователь нажал кнопку, и открылось новое окно. Открылось новое окно. Открылось новое окно. То есть, нажал, открылось новое окно. И вот разработчик-профессионал думает, ага, хорошо бы это сделать, как келлбеки. Но механизм реализации келлбеков совершенно разный. Принцип один, механизмы разные. И если... Что я вам говорил постоянно? Исходный код, документация. Ну, я вам сказал, прямым текстом сейчас говорю. Возьмите механизм, который использует Рассел Кейт Маги, и используйте его как нулевую точку. Вот эти все примеры, что такое окно, что келлбек ни к чему не ведут, ни к какому программированию, а к просто забиванию голову ереси при недопонимании ничего. Теперь, значит, соопределяемся. Хорошо. Определили, что нам надо... Хорошо бы, так как Пайтон поддерживает функцию высшего порядка, значит, мы реализуем это при помощи келлбека. Почему он нам подходит? Ведь вы смотрите, когда вы делали все примеры, они не стоят выеденного яйца. Дим, в данном случае вы топчетесь на месте. Вот эти примеры, они говорят, что вы делаете, а вот зачем здесь нет ответа, то есть роста здесь нет. Да, вы станете разработчиком программ на Кинтер, но на этом ваше все программирование заканчивается. А вот если вы разберете, как работает келлбек, который сможете потом применять в GES, в любом другом языке программирования, который поддерживает функции высшего порядка, вот тут вы выходите на профессиональный след. Так что придумывать? Возьмите механизм, который мы сейчас, по крайней мере, берем. И сложного здесь ничего нету, надо просто понять. Хорошо, зачем мы выбираем келлбек? То есть функцию обратного вызова. Потому что она удовлетворяет нашим условиям. Сначала должно произойти событие, нажата кнопка, то есть отработать наш предыдущий метод, баттон. Вот он, он пресс. Но здесь есть варианты. И мы думаем, а как мы реализуем этот келлбек? Вот сейчас мы переходим к настоящему, к настоящему программированию. И мы берем, тут к гадалке не ходи, что там будет? Ну, я смотрел, пока много подсказывает. Хорошо. Чтобы было событие пользователя. Значит, нам надо подумать правильно. Мы понимаем, что нам надо асинхронность и дескрипторы. И удивляемся, открываем. Я не зря обратил вашу срочку на хендлерс. Хендлерс. Иными словами, что сделал Рассел Кейт Маги? Он занялся разработкой механизма, что называется, обработчика. Сделал один механизм в 20 строк, который обрабатывает абсолютно все виджеты. И здесь там есть всего лишь два варианта. Вот в чем гениальность таких людей, которые могут разработать. И теперь мы берем, то есть, понимая, что такое келлбек, и понимая механизм обработки результата, где реализован этот самый келлбек, вот это и есть сейчас рецепт. Это и есть сейчас полуфабрикат. Абсолютно так, по-другому, но такой же принцип использован в Джанго. И вы можете в любой другой библиотеке или в вашей программе организовать тоже такой обработчик по принципу. Вот от чего надо отталкиваться. Вот это уже идет, настоящее программирование. И если мы сейчас просто перейдем по этому пути тога обработчики, то мы увидим интересную картину. Скажите, пожалуйста, вы видите здесь слово келлбек, которое вы так искали? Да, Рассел Кейт Маги человек умный и понимает, что пользователям надо написать, что это келлбек. Почему? Потому что пользователь ограничен. Он это четко понимает, что пользователь только понимает, что некая функция вызывает как параметр, как аргумент другую функцию. Он не вдаётся пользоваться в подробности, почему это ему надо, вот то, что мы сейчас разбирали, зачем? Но он здесь просто вызывает. И вот здесь он описывает всё очень чётко и очень просто. Оборачивает. Вот он пишет. Оберните. Если обработка является нативным, то вернёт родной обработчик. Если связанным методом или функцией, вызовет как таковой, вернёт результат. То есть в одном случае сам обработчик, в другом случае значение, если обработчик является генератором, вызывается асинхронно. Если обработчик является сопрограммой, установит цикл событий, возвращает либо собственную, либо обёрнутую функцию, которая вызовет обработчик, используя интерфейс в качестве контекста. То есть у него чётко распределено. Иными словами, чтобы реализовать сам механизм Кэлбэка, он пишет вот этот небольшой обработчик, который и будет обрабатывать все методы. Но чему же здесь надо научиться? На самом деле не так, что и много. Здесь чётко мы видим асунс, то есть это и есть сопрограммы, да, крутины называют. Иными словами, это асинхронное программирование. Второе, что мы видим дальше в коде, если мы посмотрим, да, вот сейчас в бюджетах, то мы видим везде, что дескрипторы. Иными словами, по сути дела, мы можем себе взять на вооружение. Одно дело, как делают разработчики, какие. Пришёл человек на курсы, и ему там погнали. Вот это одно, вот это второе, вот это третье, вот это четвёртое. Какое отношение это имеет к разработке? Никакого. Будет он разработать? Он вообще ничего писать не будет пока. Потом поставит себе какие-то цели, да. А приходит ученик школы Бусановского, я ему говорю, иди долби функции. Всё остальное ты сможешь изучить любое, в любой момент времени. Потому что, когда ты откроешь файл, тут везде будут параметры. И это то, с чего надо начинать ориентироваться вообще в программировании. А всё остальное может быть изучено в абсолютно любом порядке. Нет никакой последовательности. Но последовательность появляется, когда у вас, когда вы начинаете смотреть, а как это сделали профессионалы. То есть, мы начинаем присматриваться к обработчику, сам, саму работу мы видим, что здесь надо разобраться с дескрипторами, а дальше здесь код очень простой. Вы не забиты, самые простые вещи. И, значит, разобраться с сопрограммами, то есть, асинхронным программированием. А вот идёт сам обработчик. Совершенно малое количество кода. Сейчас мои планы не входит разбирать. Сейчас я хочу, чтобы вы поняли, да, потому что и вы, и Денис, занимаетесь всякой ерундой. При этом вы хотите стать профессиональными разработчиками. Ну так вот это и есть профессиональная разработка. Когда вы чётко посмотрели, что делает человек, что делает профессионал, взяли это как алгоритм, как мы с вами ответили, зачем нам, что всё это, когда происходит. И реализация самого механизма обратного вызова, вот это есть настоящая разработка. Без чёткого понимания функций, работы функций высшего порядка, без чёткого понимания, зачем нам функции обратного вызова, у нас ничего не получится. Да мы и не представить не можем. так вот на данный момент, по крайней мере до этого видео, я так понимаю, вы даже не понимали, что такое разработка. Поэтому надо определиться, вы просто хотите быть комфортно вам, быть программистом, то есть вы пишете там, написали сайтик на Джанго, написали там что-то там на фреймворке, да, написали какое-то приложение на Кинтер. Это одна часть разработки. Это вы как бы разработчик, но вы используете готовые продукты. Но есть другая часть разработки, сама разработка, изучение которой более глубинно, но при этом в чем плюс? А в том, что все остальные вот эти библиотеки станут намного проще. Вы во-первых больше работают с исходным кодом, а во-вторых вы будете понимать сами процессы. И понятно, что писать легко тогда, потому что мы видим немножко больше. Так вот, чему учиться, это должно решить для себя каждый человек. Ведь я ж не зря показывал это сообщение, да, вот, когда Икор Снуга, ну, я его выделил, не так часто мне, ну, не все пишут, кто-то, но, вот, он написал, изменение подхода, это и есть начало, вот, прошел курсы, по итогу я стал быстро все понимать, и в конце, иди, смотри, исходники, не понял, тогда доки, то есть, поймите, понять, понять надо, что, сейчас объясню, смотрите, ребят, вот, вот, сколько людей обманывают себя, это все пользователи оверстока, открою опять это сообщение, и вот здесь все четко, то есть, не надо далеко ходить, сейчас, когда я проводил собесы, первый же вопрос, что такое self, то есть, когда человек начинает городить огород, выкидывает экземпляр, называет self, чем угодно, это соглашение между программистами, это переменная, это там что-то такое, понятно, что человек ни хрена не понимает в классах, на классах писать не может, один вопрос ставит точку, с насаждением слышу 10 минутный ответ, и сразу понимаю, что человек читает переполнение стека, а читать надо документацию, вот здесь вы разобрались, но потом опять запутались, теперь отвечаю на вопрос, что делать, вот смотрите, мы бы могли дескрипторы, да, проходить, допустим, искать где-то в документации сами дескрипторы, скажите, пожалуйста, вы пришли в школу, я вам сказал разбираться в дескрипторах, нет, и не мог сказать, а что я вам сказал, разбирайтесь в функциях, потому что все банально просто и логично, если мы открываем язык, открываю еще раз, ведь все очевидно через 14 лет, поэтому просто слушайте делай, вот функция, здесь вбиты жестко, только параметры, потому что эти самые параметры будут составлять основу кода, для вас сейчас еще атрибуты, когда классом, пока я вижу только мычание, да, по атрибутам, пока по атрибутам мычание, а зачем и что и как, нет ничего пока, но я не буду пока подсказывать вам, не хочу, потому что надо разобраться в этом, и если мы изучаем язык подряд, и где-то мы там прошли дескрипторы, мы на завтра это забыли, но как только мы открываем исходный код и начинаем в рамках контекстной задачи изучать, как мы здесь рассмотрели с вами, что мы хотим, добавили, да, функцию обратного вызова и думаем, нам надо реализовать что? Реализовать обработчик. И вот тут, тут мы понимаем, что в данном случае, в данном случае нам надо разобраться с О-программами, теперь вот эта информация для нас становится в контексте приобретает смысл, что она выполняет задачу, а сами элементы будут реализованы при помощи дескрипторов, то есть сеттеров. Мы с вами смотрели. И вот тут у нас четко виден механизм, который использует Рассел Кейт Маги. Мы четко видим, что он использует, зачем он использует метод, экзистанс, когда он вот, собственно, нативное использование. Мы начинаем просматривать его логику. Мы видим, как он организует исключения при помощи конструкции try, except, что он проверяет, что выводит в исключение. То есть в данном случае действительно документация для нас начинает петь. Почему? Потому что мы выходим и думаем, ага, давай-ка посмотрим, что такое метод из инстанс. То есть теперь он для нас важен. Почему? Потому что мы понимаем, зачем он нам важен. Он устраивается в контекст нашего понимания и становится для нас не просто какой-то конструкцией языка, которая называется из инстанс и все, а для нас становится элементом для реализации чего-либо. И таких исходных ситуаций у нас будет сотни. Но мы будем всегда понимать, что если мы хотим проверить экземпляр экземпляр ли экземпляром, да, если мы хотим проверить, то это будет срабатывать. Ситуации будет море. Но когда мы начнем, ведь все, все здесь очень понятно, да, поэтому я и говорю, когда приходит человек, я ему говорю, давай долбить функции, все остальное это совершенно будет не важно, если ты не будешь знать функции. Отсюда будем складывать ядро. Вообще я видел универсальные вопросы пользователей, да, как правило, скорее всего, не всегда новичков. Говорят, а какие самые используемые методы встроенные? Ну, это примерно спросить, прийти, допустим, к председателю колхоза, а какие культуры вы больше с чего садите? Он скажет, ну, рапс. Все, пришли к себе домой, рапсом все засадили. Семья спрашивает, ну, что там, лучок готов? Да не, надо подождать, надо подождать. Дождались, рапс вырос, оказывается, с него масло вообще делают, ну, что там, лучок готов, а лучка нету. Самый используемый, я ж, я ж садил самое используемое. Мне сказали, вот я обращался, больше всего рапсом, говорят, садят в этих местах. Ну, и я рапса садил, а лук с морковкой, так это ж мало используют, наверно, никому не надо. В том-то и дело, что надо потребность сначала. Поэтому просто изучение языка вот так, от бла-бла-бла, от а до я, ничего не дает. Ну, и давайте закончим на том, все-таки, самым простом примере, давайте хоть продемонстрируем этот кэлбэк. Вот у нас есть функция, самая простая, дэв, да, пусть это будет дэв, захотим, потом поставим кэлбэк, захотим, не поставим. Но, чтобы было правильно, все-таки, в объем сюда, кэлбэк, да, то есть, мы себе планируем, что мы будем эту функцию использовать как кэлбэк, иными словами. Давайте смотреть. Давайте самое простое. Принт, первый принт у нас будет действие самой функции дэв. Второй принт, самое простое, чтобы новички поняли. действие дэв завершено. Вот сюда бы надо было еще обработка исключения. Так что мы пока просто напишем, если что, вывести исключения. Третье. Дальше у нас будет, когда задача выполнена, да, пусть будет у нас популярным словом результат, да, или пусть это будет результат. Результ callback и напишем применяем параметр колбак, callback, result callback. Ну и завершено успешно. Давайте я мог ошибок наделать. Вот, видите, понимательность. отлично. Теперь пишем функцию обратного вызова. Mine Сокращенно месседж, сообщение пусть будет. Дальше сама работа функции вот этой обратного вызова пусть будет такой. Пусть будет самая простая строка работа внутри функции не буду я писать, долго писать, поэтому ограничусь простыми вещами. и тут у нас сообщение пусть будет так. Дальше теперь вызываем нашу def функцию а в нее как параметр ставим колб my callback ведь нас интересует сама функция ну где-то еще сейчас посмотрим где-то допустил ошибку просто быстро писал тут нету завершения кода сейчас у меня быстренько ставил все ну долго здесь нечего думать это и так понятно что просто писал но не то написал вот тут добавил второй колбек здесь просто принцев ну поставил равно ну хотел присваивание да не должно убираем и так сначала сначала работала сама функция принт действие самой функции действие дев завершено потом пошел работать колбек функция обратного вызова завершила работу работа внутри функции вот она да вот работа внутри функции вот он сработал и последняя дальше пошла работать сама программа сама эта функция то есть завершилась иными словами мы четко уверены в колбеке что мы можем ее вызвать в момент который нам нужно вот весь принцип почему он выгоден ведь это очевидно и совершенно просто а вот механизм реализации вот здесь есть детали которые и требуют изучения языка но уже осмысленного но при этом надо четко определиться чему я хочу научиться ведь чему вы будете учиться то и будет одно дело мы просто берем учебник и идем по порядку занимаем себя каким-то образом языком программирования но при этом говорим себе я наверное стану когда-то разработчиком если вы будете проходить по порядку учебник или читать книгу никаким разработчиком вы не станете пока не измените подход я буду писать программы и наверное стану разработчиком уровня там как джанго разработчики не станете Вы просто станете научиться разрабатывать на определенном фреймворке. Ну, например, там на Кинтер, да, либо там. Это другое совсем. Но если вы повышаете еще планку и говорите, я хочу разрабатывать разработки, понимать, намного больше. Для того, чтобы и такие программы разрабатывать мне было легче. Для этого я должен что делать? Читать исходный код, то, чему мы учимся в школе, работать с исходным кодом. И брать у профессионалов то, что они уже сделали. И от этого отталкиваться. Тогда, если вы такому учитесь, то такому вы и научитесь. И у вас получится, оказывается, вы смогли, совершенно затратив те же усилия, но изменив подход, поставив иные задачи, оказывается, вы смогли реализовать обработчик. Ведь именно это я вам давал и все подсказки дал в видео, когда говорил, да? Я Денису я давал. И какой-то ерещей только занимаетесь. Там конкретно написано, я проговорил, что посмотрите, сделайте итога, почитайте документацию, посмотрите исходный код, разберите, что такое функция обратного вызова. Все на самом деле банально просто. Когда носом ткнули, правильно? А так можно было бы до этого допетривать лет 20 и не понимать. И вот сколько людей вот так ходят по тьмах, они чего-то там делают, ковыряют. При этом мечтаю стать разработчикой. Но надо же, в конце концов, определиться, что для вас конкретно эта разработка будет означать. Во что она вливается? Но что нельзя отнять, это уже в школу надо приходить. Кому интересно больше учить, да? В группе быть, смотреть за другими ребятами. Что когда вы начинаете разбираться в механизмах, тогда у вас совершенно по-другому начинает восприниматься документация. Она приобретает смысл. Почему? Потому что смысл имеет ваша задача. И когда ребята начинают смотреть друг за другом, проделывать тех, кто в школе, в группе, кроме уроков, работа в группе, да? Вот тогда они растут. Вот сейчас мы опять, я надеюсь, делаем рывок. Но тут надо каждый, чтобы определился. Ведь никто ж, кому-то достаточно просто сделать уроки под джанго, и в принципе это достаточно. Это прекрасно. Кто-то на этом останавливается. Делаешь уроки на джанго, да, сложный сайт потихонечку пишем, но разбираемся в джанго. Кому-то достаточно разобраться в Python просто каким-то способом. А кому-то надо больше. Понимаете? Здесь надо просто идти согласно своим потребностям. Я никогда не гребу под одну гребенку. Вот пришел парень, да, вот он спрашивает. Хороший парень, Артур Немера, да? Вот он написал домашнее задание. Да, я посмотрел. Но пока мало кода. И пока вот он определил себе свои задачи, вот он просто спрашивал, недавно пришел, да? Я ему сказал, что пока не будет уверенности в функциях, ничего не будет. Я ему порекомендовал вообще ввести в группе ник значит-то Филькина Сергея, потому что это начальный уровень. Сегодня ему не время пока брать и то, что мы сейчас обсуждаем, да, брать и работать с теми же дескрипторами. Нет смысла. Пока есть хоть малейшее плавание в функциях, нет смысла, иначе вся работа будет пущена прахом. Но во что есть смысл ему? Вот я ему сказал, наберите пока Сергея Филькина и посмотрите его задание, но проделайте сами. Там идет просто работа с функциями. Первые шаги по написанию функций, первые шаги по использованию функций. То есть вот этой на данном этапе ему надо набить руку. Второе, что он сделал, он начал проходить уроки школы. То есть все нормально. Все нормально. И все должно идти своим чередом. Абсолютно у каждого человека все должно идти своим чередом. Но никак не перепрыгивать. Потому что в группе разные люди с разным опытом. Но надо двигаться постепенно. Кому интересно, спб-теретут.ру Кто хочет действительно писать. И получается. Просто у этих ребят много чего, что мы говорили, получается. Другие и такого не напишут. Но я считаю, что если Дима сказал, что хочу разрабатывать, значит надо еще поднимать планку. Да, этим неплохо, что он занимается. Да, молодец. Да, хорошо. Но это не разработка, это использование. И не надо, Дмитрий, бросать этим заниматься. Продолжайте. Но продолжайте и то, о чем мы говорили. Если хотите. Да. Вот то, что мы говорили о механизме реализации кэлбэков. Все пока.